Итак, сегодняшнее наше видео будет посвящено кормлению котов. Это был первый, он хотел уходить, но, по-моему, передумал. Мы сейчас на нем будем тестировать, что мы имеем. Ребят, вы сейчас будете в шоке. То есть у нас есть грудка, меня переводили в 1000 Red для шашлычок для котов. У нас есть вот такая тема. Я просто не знаю, зайдет им или нет. Купил в фикс-прайсе вот такая лопаточка. Лисовой будет? О, а то что-то с ледяной попачкает. По-моему, они к вареному больше, чем вареном. Не знаю, мне подписчики сказали, что лучше кормить сырым грудкой. По-моему, он сверхсчастлив. Можно ему, значит, давать больше. Посмотреть, кто там на других. Я думаю, хватит на всех. Ребят, здесь сколько мы считали? Почти 4 килограмма грудки. Я на всякий звучу взял немножко вареной. И мы двигаемся теперь дальше. Первый кот покормен. Квест накормить котов. Еще раз всем здравствуйте. Спонсор сегодняшнего нашего чуда. У нас для котиков было переведено 1380 рублей. То есть мы купили грудки, где-то там 4 килограмма. Обработали, нарезали. Также было куплено феликсов и сухой феликс. Феликсами мне просто удобнее кормить тарелочки для котиков. И лопаткой, чтобы котиков кормить. В общем, всем хорошего, друзья, настроения. А Валерий Евгеньевич Гэ очень сильно любит котиков на 1000 рублей. Перевод сделал. Попросил для котиков на шашлык, если я не ошибаюсь. То есть был такой перевод. Мы как-то сказали, что не жирно ли котикам шашлык. Но многие написали, что это будет им очень вредно. Поэтому мы сделали такой свой выбор по образу куриной грудки. Обсуждали также это с подписчиками. И решили, что она должна быть вообще, в принципе, даже не вареная, а именно как бы сырая. Мы вот все это подготовили. 150 рублей Дарья Локоткова наеду мурлыком. И также Дмитрий Чеперной 230 рублей на следующий ужин котикам. Вот такие вот переводы были. Хочу быть котом. Хочу быть котом. Папа Светин тоже так же сказал. Хочу быть котом. Можно там рядом понюхать, говорит, пока они есть будут. Шашлык не купили, но давайте отправимся ко всем котикам. Будем их потихонечку кормить. Вижу. Смотрите, как он прибежал. Не может поверить, что сейчас будет какое-то чудо. На, гульты. Я думаю, этого достаточно для одного кота. Смотрите. Папа Светин. Папа Светин. Счастье, счастье. Да ешь, ешь. Он не хочет мне дать снять себя. Он не верит в это счастье. Дошли до маяка и следующие счастливчики у нас. Мы им высыпаем вареную грузку. Подожди, он думает, что ему не достанется. Вот, поделим пополам. Видишь, вот этот окнал. Смотрите, эти глаза. Подожди, там на троих сейчас надо делить будет. Давай сырого. Да пускай едят. Смотрите, еще один. Коты размножаются очень быстро. Надо туда ему, закиньте, азабок. Ого. Что же мой, давайте я вам это разберу. Они явно не ожидали такого счастья. И дерутся прям на ходу. Ты тому не закинь, у него нет уже. Стараются, стараются котики. Еще котики покормлены. Конечно, ты видел этот какой вообще. Мощно, наглый. Мощно сейчас все съест. Идем дальше. На набережной у нас прогуливается очень много людей. Заката сегодня, к сожалению, не будет. Все затянуто тучками. Но я думаю, это мелочи жизни. Котикам это не повредит. Вижу следующего кота. Тык, 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 идем к нему. Так, я позвал этого котика. Смотрите, действительно, для них сырая грудка. Это вообще какой-то божественная еда просто. Кина-кина, а подальше. Еще один? Ну да, еще, еще, еще. У нас еще Феликс есть, так что не переживай. Не закрывай, мне кажется. Бери просто. Да, не прихлопнуйся. Еще плюс два кота. Ребят, вы потом посчитайте, сколько котов мы покормили. Думала, что здесь кота нет. Ну нет. Там, по-моему, еще кто-то повыше забрался. Каста, каста. К тому закидывай. Старайся. А где же все остальные коты, которые здесь были? Вот там все, вон, бежит, 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 я вижу. Торопится к нам, вон он, киса. Вон, еще один вылазит из досок. Просыпаются вот эти коты. Сейчас будет рад. Так. Что-то, смотрите, как-то странно здесь коты реагируют. Подожди, а куда-то еще, на крышу закидывать будем? Я сейчас подумаю. Просто, посмотрите, что поделится. Так, два кота мы уже кормим. Два кота на крыше сидят. Сейчас попробуем закинуть им туда еды. Но что-то они вообще не голодные сегодня. Да, это как-то неактивно кушают. Смотри, смотри. На, едите. По-моему, ее кормили уже. А, едите, иди сюда. Ну, тут коты уже переевшие, я так вам скажу. Смотрим. Ноу реакции. Он бежит еще один. Сейчас попробуем покормить этого наверху. Света показывает ему пальцем. О, давай еще одного. И вот этому рыжему можно еще положить. Эй. Эй. Кормим уже четыре кота. Попробуем пересадить. Вот, чисто ради интереса. Вот, видите, они боятся. Иди сюда. Кси, кси. Иди сюда. Вон, 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 иди. Еще пришел сюда. Они все друг у друга. Видишь, видят слабого, короче, на слабого пытаются нападать сразу же. Такая милота. Вон, еще один сидит. Так, давайте распределили. Еще вон он. Вон, рыжему подложи, Свет. Мне тоже. У него каждый подошел, укусил и забрал. Прям печалька. Вон, и там еще под лавочку, Свет. Свет. Чуть ли не пальцем. Да, да, да. Под лавочку еще положи. А то он, бедный, сидит и так вот смотрит, где там еда. Смотрите, смотри, мое, мое богатство. Тут как будто породистый какой-то котик. А вот там наверху такие предательские головы. Давай, попробуешь закинуть? Серьезно? Да, почему нет? Ну, говорит, мое тело не хватит, но попробовать можно. Давай. Ну, почти. Слушай, неплохо. Они там хоть поняли, что ездят? Да, Дин начал есть, я уже вижу. А второй, что тут далеке? А второй, по-моему, наелся, я так тебе скажу. Ну, так хочется. Их, походу, недавно прям покормили. Да, вечно наверх. Тому можешь еще кинуть, ему, я думаю, зайдет. Вверх сюда? Да, но здесь, я думаю, вот еще, смотри, добавь вот этому. Сейчас, подожи, может он не доедет даже этого. Еще одна порция сейчас улетит наверх. Попытка, по крайней мере. Я же говорил, удобно ей, да? Да, не плохо так, это все подкинуло, все. Вон там, и видел ее. Да, еще один пришел. Аппетит, испугался кот. Тот, да, все, смотрите. Да, он что-то вообще, все, на других смотрит, ведь, неужели они еще едят. Через не могу, короче. Ну, ладно, съем еще чуть-чуть. Три килограмма уже все за один раз. Кстати, дальше котов этих мы покидаем, так как они сегодня уже все. У него закончилась тика, да? Не знаю, может положить? Нет. Короче, этот не хочет есть. Да, нет, определятся, там большая куча. Да, тут перестали драться, по крайней мере. И пошли дальше. Мне тех жалко, которые сзади остались, и, может, не хватило. Нет. А он, походу, эта кошка родила, наверное, только. Кс-кс-кс. Только ты туда, поближе, вот поближе, Свет. Нет, потому что мне кто-то вам раскидала. Нет, спасибо, Бог, вам здоровья. Спасибо. Спасибо, спасибо. О, нам здоровье желает. Спасибо и вам. Кис-кс-кс-кс-кс. Эть, киси. Спасибо. Ой, это правильно. Они же не должны голодать. Все, пойдем дальше. Спасибо. Спасибо большое. Маленькая, оттуда. Так. Здесь должны быть еще коты. Знаете, это санкар обычно. Вот у этой веранды. Смотрите, на Кыс-Кыс-Кыс появились, мы их даже не видели. Побольше можно. Да, действительно, смотрите, грудка уходит только на раз-два, за ушки аж трещит. Они что-то кого-то ждут, как будто кто-то их будет нагонять, еще два кота, вроде бы едят, двигаемся. А вот кого они боялись, это помнишь тот, который язык прикусывает? Да. Кот с языком. Не переживай, все кончится, у нас еще Феликса целая куча. Я вообще не переживаю, там мясо еще, можно половину таких же покормить. Следующий клиент, можете наблюдать, вот такой вот черный кот. А зачем? Творог ему что-то неинтересно сейчас, походу, будет вообще. Ага. Вон, творог, кися, иди творог кушать будешь? Ну конечно, они мяты едят. Ну еще бы они... Зачем он творог? Давай, пойдем. Еще один киса-киса заходит набревшей волной. Добавь ему, он так бежал. Тут они явно похудеют, чем те, которые на маяке. Отлично. Я рад, что мы еще и людевок украдываем этим действием. Он маленький, вообще худенький. Это ему прям побольше, Свет, надо так, чтобы он поел. Прям ложи еще. Еще-еще, смотри, как он худой. Что-то, как будто заезжий, не санапы. Друзья, не забывайте считать котов. Ребят, идет кис-кис-кис-кис, бас, где-то хвост поднялся вверх, и он уже к тебе бежит. Он же к тебе спешит, и он уже к тебе бежит. Кс-кс-кс-кс-кс, иди сюда, куда ты побежал, киса. Мы тебя кормите. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. На. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Давай-давай-давай. А, он теплался собак. Все, выгребай полностью, чтобы ничего не осталось, чтобы все к кисе ушло. Я думал, сначала в тарелочке им раскладывать, но я думаю, они поедят и так. Но у нас еще есть теперь Феликс, еще есть сухой корм. То есть наше кормление продолжается, но 3 килограмма ушло ровно вот на столько котов, сколько вы нас считали. Мы продолжаем кормить котов Светлана с Юрой. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии продляют не только нашу жизнь, но и вашу, и котов тоже очень сильно радует. Они будут часто, если вы будете писать. И давайте конкурс устроим на самого красивого кота. Напишите, какой номер кота вам понравился больше всего. На какой минуте лучше писать? Смотрите, сколько людей у нас прогуливается. Набережную, кстати, разбили всю, привели в порядок. Все очень красиво выглядит. Анапа готовится к приему отдыхающих. Отдыхающих в каждом дне становится все больше. Это очень-очень хорошо. Был, кстати, тоже очень много котов. Открыть уже точки. Точки с каждым годом все больше залазят на тротуар. Хотелось бы, чтобы администрация... Вот он рядом со мной. Иди сюда. Смотрите. Вот все так заставляют к ним идти. Всех котов. Сейчас там, смотри, уже 4 кота голодных на радаре. Я вижу, вижу. Больше, больше. Ну что-то у нас и по тому даже поесть. Ну и что? Да? Мы на обратном будем идти, если они сухие. Да? Да? Ну, может, тогда Феликс ему открываю. Сухие вообще на потом оставим. Вот еще. Ну, просто мало, мне кажется. будет. Ребят, как вы думаете, мало бы ему было в этой горке или нет? О, смотрите. Нужен ему этот сухой корм. Так, мусор у нас сколько? Счастье котовское. Бедный покоцанный весь. А там много еще. Ну и что? Идет еще один сюда. Надо отодвигаться. Давай. Давай. Сухой корм мне. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот еще один. Смотрите, пришел. Еще одно счастье кошачье. Подсыпай там сухой, да? Да, подсыхай. А вдруг сидят. Ну, конечно. Можно не отходить в принципе. Клич сработал. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вот эти. Ничего себе. Замедлил шаг. Кс-кс-кс, иди сюда. Он боится, думает обидим или нет. Ага. Увидел, что там сзади конкуренция. Смотрите, сейчас посмотрим, что будет. Ну, нет, надо просто двигаться. Блин, ребята, ну, это еще эта. тут вроде не дерутся коты да вот куда надо ходить кормить если там эти даже некоторые на курицу не двигать этот на данном курицу прямо сказал да ну пускай есть не трогай подкидываем феликса да там есть 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 вон корм лежит до феликс-феликс накладываем побольше желательно все на фоне моря ребят еще один пришел готов прям очень много смотрите смотрите феликс заходит вообще на ура еще одна карта пришло давай на нос забитыми волю что я смотрю что-то у них сухой корм не особо идет короче кто советовал сухой корм ребят сухой но не заходит еще накидываем цвет что-то делать да 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 поставь покажешь не мешал да ну ты этих покормить он еще пришел на какие-то тут у него не ведутся вот вот и белый пищок вот ну да ему тоже он тот начал сухой есть только вдалеке всех сидит отличный сонник чем так вот счастье котов белым-белому прям он лично ни с кем не дерется я думаю всех надо срочно подкрыть и белого белого сет дайте я тоже котика подкормлю не коми кормит и что вот белый смотри он сидит бедный это за черный туда прибежал смотрите кинул белому прибежал черный срочно есть это он еда есть ешьте вот черненького то еще до конец да не я думаю собака то сама больше вот этому атакуешь он те смотри два сидят голодных вот этот неделями не кормят они доходят до сюда люди там кормят и думают что кто на этом заканчивается вот здесь сколько это да это щепуна надо еще подкормить да нет из кого он смотрел на асфальт облизывают я такой впервые вижу чтобы шипунчик я поливаю беременная ну шипунях не бросается вот что-то эти вообще ну походу мы дальше не пройдем может все высыпать здесь да потому что мы надо давать им время чтобы они переживали они прям хватают кусками я понимаю сюда в сторону попробую вот этого пока так сколько у нас пакетиков феликс осталось ну пойдем еще пойдем чуть-чуть сторонку или что мы еще двух котиков пропустили за поворотиком видите то есть все зависит от степени голодности котов вот этот вот допустим доедает сухой корм а те кушать именно то что есть квадрик оптер полетел сколько там у нас уже котов ведь это сейчас вообще сбился со счета сейчас мы еще покормим вот здесь были я сам их видел вот все он растянулся и готов гладиться все смотрите добрый кот а вот еще один пришел видите какой скорость он это поглощает тут еще черный черепашка но еле пролезу через отрыжгивается сильно быстро ел котов аж плохо стало медленно кушаем и кускай закусится то бедный кушал кушал все обратно в общем мне кажется просто быстро ел бедный котик ну ладно идем дальше прошли не все коты к нам пришли с этого угла вызываем нам поближе подойди к нему свет она беременная понимаете тяжело идти все у нас работала упала на пол походу ну еще одну то все давай последнюю выдавливают этом туда но ты и туда положи рядом с ним чуть отходишь она зашла не на свою территорию давай давай накида все у нас сопровождение ребят ну кидаем обе да и все на счете жалко что ли кто съест то все но ты кидай быстрее работой быстро свет на или пополам разделим все вываливаю вываливаю тоже кушали дайте другим поесть ну высыпем тут тогда сухой корм раз они все-таки голодные беременные когда будет очень много котов в следующем году и станет еще больше все не хоро сама сидит по сторонам смотрят не особо хочет это так сказать вот такая лепота ребят хвост хвост смотрит да все все хватит глажит пошли дальше решили в общем сухой корм тоже здесь оставим там у нас не так уж и много осталось думаем тут котики поедят потихонечку его что-то их тут так много тоже насобиралась вся банда здесь все пойдем сюда доставьте чуть-чуть здравствуйте да 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 абсолютно верно как вас зовут откуда вы Светлана Екатеринбург вот отдыхать у нас нет вы знаете уже живу а где прикупила квартиру в Анапе и осталась жить и не вернулась на родину приехала в Анапе это вообще отличный вариант такой да вот спасибо вам за кошек смотрю что везде стараемся у вас не вы меня перестанете снимать я просто так поговорю хорошо нас еще встретили подписчики вообще приятно под конец видео сюжета итак друзья мы кормили кошек на ваших плечах самая важная задача в комментариях написать сколько кошек осталось в Анапе довольны мы вам желаем всего самого хорошего самого лучшего и привет вам огромнейший от всех анапчан здравствуйте вы что тут снимаете? да 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 в общем нам подошел Дмитрий из Москвы донат еще на котиков покормить в следующий раз и будем еще от него кормить от души Дмитрий вам спасибо огромное тоже большой человек большим сердцем просто реально просто до глубины души ребят человек не знает кто мы что мы он подошел просто поинтересовался мы объяснили просто от себя от своих подписчиков кроме котиков вот пожалуйста вот у меня есть и от меня пожалуйста покормите нет это затронуло вот просто вот есть еще люди ребят много нас хороших неравнодушных да всем пока пока спасибо за просмотр и с любовью от нас еще раз говорю от котиков которые живут в Анапе да но Продолжение следует...